всем приветики в этом видео мы сделаем обзор на вот этот вот контроллер скорости двигателя распаковку вы уже видели поэтому сразу перейдем к сути сюда приходит питание может приходить от 6 до 60 вольт а на выходе мотор в этом диапазоне ну от 0 до 60 регулироваться ран стоп это включение-выключение работы двигателя то есть прочерк это значит выключен а когда какие-то есть цифры значит включен сейчас налевая мощность если нажать кнопку то запускается двигатель и соответственно скорость его запуску скоро медленный и плавный запуск здесь есть то есть как быстро он будет разгоняться как быстро остановится он будет здесь можно настроить как быстро будет бежать проценты тоже можно настроить переходим в меню один это время разгона одна с половиной секунды максимум это 10 секунд то есть это 3 4 5 6 7 ну то есть секунды максимум 10 секунд он будет разгоняться то есть если отмирать уйти то есть таким образом он 10 секунд будет набирать разгон так вот 9 с половиной секунд будет набирать разгон в общем можно задать как как быстро он будет разгоняться также можно задать как быстро он будет останавливаться по умолчанию единица стояла я поставил 1 и 5 это как время как быстро он будет останавливаться можно тоже здесь максимум 10 секунд задать то есть теперь наоборот он быстро запустился намедленно останавливался это настройка менюшка настройка отвечает за за скорость остановки на это уже поставил 1 5 это максимальная минимальная мощность то есть до какой мощности можно будет минимум сделать то есть если поставить пять процентов то ниже пяти процентов все это уже не опустишься выше можно ниже нет но минимальная пусть лучше будет 0 это максимально сто процентов то есть до какого максима можно будет дощелкать его обороты ну сто процентов тоже а это с какой скоростью вы будете проценты набирать можно сделать вот 25%. Тогда сейчас сразу быстро набирается. Но лучше всего, мне удобнее 5. Ну, вот и всё. Это все его настройки, собственно. Вообще, вроде, такой простой прибор, такой минимум настроек, но всё такое важное и нужное. Хотя из этого важное, наверное, только медленный запуск и медленная остановка. Ну, хотя ограничение по процентам, в принципе, ты можешь и сам просто не дострикать. Ты можешь дойти до какого-то процента и всё, просто не дострикать. Это если он уже где-то стоит, где много людей им пользуются, и чтобы люди не перестрикали, тогда да, тогда это будет полезно, чтобы меньше не опустили, выше не подняли, тогда да. А так вообще... Ну, и проценты, поскольку будет идти, ну, тоже довольно-таки удобная штука. А так, в принципе, оно помнит, даже если выключаешь его. Вот. Из розетки выключаем, было 30%. Если включаем... Оно обратно на 30% продолжает, то есть помнит, помнит заданные параметры. Помнит то, что было при выключении 30% и, соответственно, включается на 30%. И помнит все остальные параметры, что вот было 1,5 секунд на разгон, 1,5 на остановку. Короче, оно помнит все настройки, и даже при выключении питания, приходящего на него, и потом снова при включении, оно продолжит работать с теми настройками, которые были заданы. Ну, а мультиметром я еще хотел показать, как именно это все происходит, что оно просто вольтаж меняет. Таким образом, что вот сейчас 0,1 вольт дается. 0,8. Уже мотор слышно. 1,5. 2 вольта. 2,5. А ну реально? 25% 2,5 вольта. И вот видно было, как оно плавненько гаснет. То есть, таким вот образом можно увидеть через мультиметр, как идет запуск, остановка, то, что она постепенно дает больше напряжения, и она разгоняется, постепенно дает меньше напряжения, она опускается. Ну и, собственно, больше здесь так-то и показывать особо нечего. Это все функции. Запуск, остановка, настройки. Первая настройка. Скорость. Скорость разгона. Вторая настройка. Еще раз на меню нажмем. Это скорость остановки. Это минимальный процент мощности, это максимальный. А это шаг по меню. Шаг разгона, когда ты вручную разгоняешь его. То есть, выходишь и какой шаг. Ну, рунстоп, все. И все остальные настройки оно, как я уже говорил, помнит. Ну, вот и все, в принципе. Такое простое, но очень, довольно-таки, интересное и нужное устройство, лично для меня. Вот. Ну, а на этом все. Всем пока-два. Субтитры сделал DimaTorzok